Семь минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте! Еще не так давно одна из старейших и лучших в стране школ, которая расположена в нашем городе, находилась в полуразрушенном состоянии. Речь идет о художественной школе имени Тавасиева. В 2015 году началась реконструкция здания, и уже можно смело говорить, что знаменитая школа получила возрождение и вторую жизнь. Вернуть школе ее былое значение и сделать ее украшением столицы – одна из важных задач, стоящих перед городскими властями. Детская художественная школа имени Тавасиева неотъемлема от истории города Владикавказ. Ее коллектив всегда славился удивительной сплоченностью, работоспособностью и нацеленностью на творческий поиск. 29 ноября прошлого года она отметила 95-летие. В настоящее время здесь в три смены учатся 350 детей. Все семь классов заполнены, поэтому в октябре минувшего года было решено пристроить к школе новый корпус. Сегодня ход строительных работ проинспектировал глава муниципального образования города Владикавказ Махарбек Хадарцев, по чьей инициативе и началось возведение здания, и глава администрации местного самоуправления Борис Албегов. Вместе с ними объект посетили заместитель председателя собрания представителей Мадина Ходова, начальник управления культуры Алан Кокаев, представители соответствующих структурных подразделений АМС. Новый корпус возведен на территории внутреннего двора образовательного учреждения. По просьбе учеников и преподавательского состава школы у здания появится эксплуатируемая крыша. Ее можно будет использовать как дополнительный класс для проведения планера с видом на город. В фасадную часть стрельно-монтажной работы не коснуться, она останется неизменной. Задачу мы для начала для себя поставили, для руководства города. Вот здесь мы Борисом Албеговым решили, что в нашем городе, в столице республики, должны быть места, куда наши гости в обязательном порядке должны проходить. Одно из таких объектов мы планируем сделать художественную школу, которой почти сто лет, и в которой учатся много талантливых детей, где учились наши все знаменитые художники. Здание старинное, поэтому приняли решение отреставрировать это здание, привести его в порядок, потому что последний раз здесь работы проводились более полувека назад. Естественно, за 50 лет уже здание приходит в негодность. Когда мы пришли сюда с инспекцией, то пообщались с детьми, пообщались с родителями, с руководством художественной школы, и поняли, что этих помещений, этих квадратных метров им не хватит, потому что город растет, детей все больше и больше, и, конечно же, многие хотят попасть в эту школу. Поэтому решили еще пристроить к старому зданию. Сегодня мы пришли посмотреть, чем занимаются строители. Мы видим, что работы идут с опережением графика. У них договор до конца года этого сдать объект. Но по тому, как мы видим и по тому, как мы с ними общаемся, они готовы раньше это сделать. Старое здание школ относится к 19 веку. Имеет большую историческую и архитектурную ценность. Строительные работы ведутся так, чтобы не нарушить вид на фасадную часть старинного сооружения. Именно такую задачу поставило руководство города перед подрядной организацией. Сметная стоимость 45 миллионов. На сегодня освоено уже 17 миллионов. Финансирование идет нормально. Задолженности нет. По представленным актам выполненных работ мы стабильно финансируем. Но проблема основная в том, что старое здание, историческое здание, нужно отреставрировать. Полностью капитально заменить перекрытие, потому что они деревянные. Зданию 95 лет. И, наверное, будем просить помощи у республики, чтобы дофинансировали. Порядка 60 миллионов нужно, 45 еще. Но это здание обязательно нужно восстановить, потому что дети, талантливые дети, они принимали участие в различных конкурсах международных. Более 90 стран были выставки. Поэтому надо обязательно все это сделать. Мы сейчас по новой технологии сделали эксплуатируемую кровлю, где дети будут спокойно. Это будет студия по открытым небам, с видом на столовую гору, где спокойно дети могут писать свои картины и нас радовать своими произведениями. Капитальный ремонт исторического здания школы начнется по завершении строительства и отделочных работ в пристройке. Планируется также восстановить железную ограду вокруг школы, благоустроить прилегающую территорию. Таким образом будет воссоздан исторический облик фасадной части старинного здания. В этом году работниками префектур города совместно с районными и местными отделениями партии «Единая Россия» был проведен целый ряд тематических мероприятий. Это и уроки мужества в школах и встречи с ветеранами. Итог месячнику оборонно-массовой работы в левой части города был подведен в виде праздничного концерта, организованного силами учеников и преподавательского состава школы номер 26. Гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, представители общественных организаций. К собравшимся обратились ветераны ВОВ Ислам Мамсуров. Дорогами войны он прошел тысячи километров, победу встретил на границе с Австрией, был награжден Орденом Отечественной войны, двумя медалями за боевые заслуги, медалью Жукова, медалью «Ваславу Осетии». Сейчас Ислам Миткаевич воспитывает уже правнуков и им передает память о той страшной войне и о тех, кто с поля боя не вернулся. Татьяна Днепровская, председатель Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Семей погибших защитников Отечества», отметила, что именно на примере ветеранов Великой Отечественной следует воспитывать подрастающее поколение. Школьники подготовили для гостей творческие номера, пели, танцевали, читали стихи о войне и родине. По словам начальника отдела Левобережной администрации Зарины Бетрозовой, дети с большим энтузиазмом и усердием готовились к концерту. Традиционно в феврале у нас проходит месячник оборонно-массовой первой капатриотической работы. Сегодня завершается этот месячник в рамках этого месячника. В течение февраля месяца мы проводили цикл мероприятий. Это и круглые столы, и уроки мужества, встречи с ветеранами и так далее. И вот сегодня мы завершаем в виде праздничного мероприятия на базе 26-й школы. Дети и педагогический коллектив подготовили для наших уважаемых ветеранов прекрасную праздничную программу «Сладкие столы» с участием районных местных отделений партии «Единая Россия». Левобережная администрация сегодня с огромной радостью поздравит всех ветеранов с началом весны. Машины специализированных служб, убирающих город от бытового мусора, с самого раннего утра десятки направляются к Владикавказскому полигону. Все по одной дороге через Гизельский круг. Именно здесь, на Гизельском кругу и дороги, ведущие на свалку, сегодня дежурили сотрудники Левобережной администрации. Рейд, организованный совместно с ГИБДД и Административно-технической инспекцией города, был направлен на выявление специализированных машин, перевозящих мусор без тентов. Зачастую мусор из неприкрытых машин на полном ходу вываливается из проезжающих машин, тем самым водители сводят на нет свой же труд и труд своих коллег. На поверку оказалось, что большая часть спецтехники все же перевозят мусор по всем правилам, но не обошлось и без нарушителей. На последних сотрудники административно-технической инспекции составили протоколы, а сотрудники префектуры провели беседы. Штраф за нарушение правил транспортировки мусора по городу Владикавказ составляет от 1000 до 2500 рублей. Каждая машина спецэкосервиса, оборудование должна быть оборудована тентом, предотвращающим разнос бытового мусора при его транспортировке. Однако есть такие водители, недобросовестные, ленивые, которые не успевают или не хотят установить этот тент. Причина, последствия – все улицы загрязнены, пакеты разлетаются, мусор вылетает. ГИБДД мы привлекли для того, чтобы они потребовали у водителей документы, права, паспорт, чтобы в последующем сотрудники АТИ составили протокол административного воздействия. Это штраф от 1000 до 2500. Наши 7 минуты стекли. Смотрите на завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова